Буктыльские кикбоксеры щедро поделились своими наработками ударной техники со спортсменами из Ухты и Сыктывкара. Закончился первый учебно-тренировочный семинар по смешанному боевому единоборству, который проходил на базе клуба «Коловрат». Сословица президента Федерации ММА и Грэпплинга Республики Коми, выбор был не случайен. Буктыл давно известен не только в Республике, но и за ее пределами, своими крепкими и устоявшимися традициями в подготовке сильных спортсменов. Для нас это очень знаковое событие. Мероприятие называется «Открытый семинар по ММА» по смешанному боевому единоборству. Это очень молодой и наиболее динамично развивающийся в мире вид спорта, включающий в себя наиболее эффективные техники всех известных единоборств. Борцовская техника и заканчивая техникой ударной. Проводим мы его в Ухтыле, проводим мы его не случайно. То есть идея родилась в конце прошлого года, когда мы наладили контакт с представителями Ухтыльской школы кикбоксинга. Игорем Александровичем Трибачевским, известным в Республике специалистом именно в сфере подготовки ребят ударного стиля. Проведение семинара стало возможным благодаря поддержке Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту, Центру спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта и администрации муниципального района Ухтыл, с которой при встрече было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с целью популяризации данного вида спорта. Хочу выразить огромные слова благодарности администрации муниципального района Ухтыл. То есть очень оперативно они отреагировали на нашу инициативу провести такое мероприятие непосредственно на территории вашего района. Соглашение предусматривает условия нашего взаимодействия нашей федерации непосредственно с представителем муниципальной власти. В нем прописываются основные права и обязанности, то есть порядок взаимодействия. Целью данное соглашение имеет как раз таки популяризацию развития как смешанного единоборства в целом, так и популяризацию развития спорта вообще на территории вашего муниципального района. За две недели тренировок, жизни по режиму и плотного графика спортсмены приобрели хорошую практику, подчеркнули много новой информации в части ударной техники. Наши же ребята, наоборот, учились элементам тактической борьбы. Для них были проведены мастер-классы по грэпплингу. В ходе открытой тренировки, которую проводил старший тренер Сыктывкарского клуба Максим Канев, всем участникам демонстрировалась техника ММА, и отдельно каждому он показывал приемы, следил за четким их исполнением, объясняя особенности поединка смешанного стиля, сочетающие в себе как борцовские, так и ударные аспекты. Единственное, из первого будет движение, то есть двоечка будет пробиваться, то есть если это вылешат, то есть очень большинство, то есть левое, правое, движение будет стараться, движение короткое должно быть сделано перед коленом. Еще раз. Вот он. Ручки при этом не забываем, то есть когда бьете колено, у многих будут руки опускаться вниз. Руки держите при себе. В лучшем случае положите руки своему партнеру на шею, для того, чтобы могли стянуть, для работы коленом. Давайте попробуем, буду ходить смотреть, расскажу. После первой недели было понятно, что и гости, и хозяева довольны результатами совместных тренировок, так как все они в ММА пришли из разных видов спорта, и у каждого есть чем поделиться. Тренировались трезво в день. Игорь Александрович Турбачевский нам поставил ударную технику. Мы же, в свою очередь, привезли сюда басовской технике, смешанных всегда басов. И сборы прошли, мне кажется, на очень хорошем уровне. Жизнь по режиму очень много дает ребятам. То есть ребята сейчас, тренируясь три раза в день, могут заниматься только тренировками, только спортом, только подготовкой какой-то технической. Поэтому выезд на сборы является такой полученной практикой вообще во всех видах единоборств. В нашем особенности, потому что это, во-первых, председент для нас, это уникальный опыт. Поэтому мы рады этот опыт получить. Что касается конкретных результатов, то по отзывам ребят уже есть достаточно много новой информации, особенно в части ударной техники. Выезд на сборы – это всегда положительный результат. Как правило, они устраиваются для молодых и перспективных новичков, у которых впереди большое будущее. Эти две недели у нас прошли очень плодотворно. Мы тренировались по три раза в день. Конечно, спортсмены уже к концу устали. Сразу же отмечу, что идет подготовка к финальному духу воина, который будет в Санкт-Петербурге. От нас выступают, от Вуктыла будут выступать в тяжелом весе Потахов Артур и в супертяжелом Кошлаков Антон. Те, которые добились хороших результатов на прошлых соревнованиях в Перми, на Седом Урале. Тренировки, конечно, сами по себе – это занятие физическое, тяжелое. Ребята, может быть, конечно, подустали уже, я смотрю, к концу. Многие с синяками, может, покрылись. Но мы очень много подчеркнули друг от друга. Что хотели они, наши гости, я имею в виду, они хотели от нас подчеркнуть ударную технику, которой владеют наши ребята. Что мы ими давали. А мы хотели от них подчеркнуть борцовские приемы, те, которые используются в смешанных единоборствах непосредственно. Это и партеры, и болевые приемы, и удушение, и борьба в стойке. В общем, весь арсенал. В общем, они с нами поделились, как бы все безутайки нам обо всем рассказали, показали. И, соответственно, мы сделали то же самое. В ходе мастер-класса по итогам прошедшего спортивного сезона специальным призом от Федерации ММА и Грэпплинга Республики Коми был награжден известный вуктырский спортсмен Артур Фатахов, победивший номинации «Прорыв года». В прошлом сезоне Артур в составе республиканской сборной по ММА последовательно выиграл несколько крупных турниров. И сегодняшние сборы для него подготовка к следующим победам. Продолжение следует...